Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы рассмотрим лекцию номер 8, тема лекции «Экологический кризис и проблемы современной цивилизации». Экологический кризис – это особый тип экологической ситуации, когда среда обитания одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее выживание. Также данное состояние формируется в результате изменений, лимитирующих факторов. Если после негативного воздействия сохраняется возможность восстановления хотя бы частично нарушенных экосистем, такое состояние соответствует кризисному. Катастрофической же является ситуация с существенными негативными и необратимыми последствиями, для ликвидации которых требуется большое количество времени. Основные причины возникновения кризиса. Первое – это абиотические, то есть когда качество окружающей среды деградирует по сравнению с потребностями вида после изменения абиотических экологических факторов. Примером может служить увеличение температуры или уменьшение количества дождей. Второе – биотические факторы, то есть когда окружающая среда становится сложной для выживания вида или всей популяции из-за увеличенного давления со стороны хищников или из-за перенаселения. Кризис может быть глобальным и локальным. Основные направления экологического кризиса. Вывод из земельопользования растущих размеров площадей, культивируемых земель в результате чрезмерного употребления химических удобрений, засоления почв ветряной и водной эрозии. Второе – все большее химическое воздействие на продукты земледелия и животноводство, воду, среду обитания человека, уничтожение лесов и т.д. Все это в конечном счете влияет на жизнь и здоровье всех людей, не говоря о прямом уничтожении способности к воспроизводству природной среды. Третье – это растущий объем выброса в атмосферу земли, загрязнителей, которые могут относиться к углеродам, углеводородам, оксидам азота и т.д. Следующее – это стремительное наращивание отходов, превращение значительных земельных площадей в свалки различных промышленных отходов. Следующее – особую опасность для жизни человека и природы представляет рост количества атомных электростанций. Первой серьезной проблемой для всего человечества является парниковый эффект. Парниковый эффект – это повышение температуры нижних слоев атмосферы планеты по сравнению с температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса. Причины возникновения парникового эффекта. В 1827 году французский физик Жозеф Фурье предложил, что атмосфера Земли выполняет функцию стекла в теплице, то есть воздух пропускает солнечное тепло, не давая ему при этом испариться обратно в космос. И он был прав. Этот эффект достигается благодаря некоторым атмосферным газам, таким как водяные пары, углекислый газ и т.д. Они пропускают видимый и ближний инфракрасный свет, излучаемый солнцем, но поглощают далекое инфракрасное излучение, имеющее более низкую частоту и образующиеся при нагревании земной поверхности солнечными лучами. Если бы этого не происходило, Земля была бы примерно на 30 градусов холоднее, чем сейчас, и жизнь была бы на ней практически невозможна. Таким образом, накопление углекислого газа в атмосфере – это одна из основных причин парникового эффекта. Углекислый газ действует в атмосфере, как стекло в оранжерее, то есть он пропускает солнечную радиацию и не пропускает обратно в космос инфракрасное тепловое излучение Земли. Парниковые газы. Водяной пар. Основной естественный парниковый газ, ответственный более чем за 60% всего парникового эффекта. Следующий – это углекислый газ, СО2. Источниками углекислого газа в атмосфере Земли являются вулканические выбросы, жизнедеятельность организмов и деятельность человека, то есть антропогенный фактор. Следующий газ – это метан, CH4. Основными антропогенными источниками метана являются пищеварительная, ферментация у животных и горение биомассы. Следующий газ – это озон, О3. Следующий – это оксид углерода. И последнее – это газы фреоны. Фреон – это газ, который содержится в холодильных установках, в аэрозолях и так далее. Итак, основным следствием парникового эффекта является глобальное потепление климата. Откуда же берутся парниковые газы? Количество СО2 в атмосфере неуклонно растет. В качестве источника энергии стали широко применяться различные виды ископаемого топлива, то есть это уголь и нефть. Ныне ежегодно выбросы СО2 в атмосферу в мире составляют примерно 25 миллиардов тонн. Причем основной вклад – около 75% – вносят промышленные развитые страны. Кроме того, как результат человеческой деятельности в атмосферу попадают и другие парниковые газы. Несмотря на это, они производятся в меньших объемах. Некоторые из этих газов куда более опасны с точки зрения глобального потепления, чем углекислый газ. Увеличение содержания в атмосфере, например, оксида азота, объясняется в основном расширением производства и применения азотных удобрений в сельском хозяйстве. Также постепенно в атмосфере увеличивается и содержание метана в среднем на 1% в год. Возможные последствия глобального потепления. За последние 100 лет в связи с активной деятельностью человека доля оксида углерода выросла приблизительно на 25%, и средняя температура Земли при этом повысилась на 0,7 градусов. Уже к 2025 году, по мнению ученых, это может достигнуть показатель как 2,2-2,5 градусов. Земля нагревается неравномерно, температуры на полюсах увеличиваются более экстремально, чем в других областях Земли. Если эта тенденция не остановится, то наступят климатические изменения. Более долгие периоды засухи, интенсивное выпадение осадков, более мощные ураганы, и в результате чего уровень мирового океана может подняться. Плодородные регионы побережья будут затоплены, может возникнуть угроза голода и миграция народов с губительными социальными последствиями. Климат Земли грозит нам еще большими последствиями, нежели чем он перенес в последние годы. Это катастрофические ураганы, бурные наводнения и жесткие засухи. Они, вероятно, будут повторяться все чаще и станут более разрушительными. Продолжаться это будет до тех пор, пока человечество не найдет способ значительно уменьшить содержание парниковых газов, разогревающих всю атмосферу. Следующим экологическим кризисом являются кислотные дожди. Это осадки, кислотность которых повышена. Мерой кислотности является значение pH, то есть чистая вода имеет pH 7. Если кислотность воды ниже 5, то осадки считаются кислыми. Что же являются последствиями кислотных дождей? Это выбросы СО2, НО3 и т.д. Решение экологических проблем. Первое – это адекватное понимание масштабности, сложности и глубины проблемы, признание абсолютной приоритетности ее решения для будущего и для будущих поколений. Следующее – это соответствующие этому пониманию статус, то есть правовое, законодательное, финансовое, техническое и профессиональное обеспечение всех экологических программ. Следующее – это совершенствование производственно-отраслевой структуры экономики, ориентированной на использование чистых, ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Следующее – это реальная ответственность всех и любых природопользователей за нарушения природоохранных законодательств и за опасные их последствия. Следующее – осуществление программ фундаментальных исследований в области изучения всей биосферы и научного обеспечения природоохранной деятельности. Следующим решением является создание системы специально охраняемого биосферного фонда, основой которого должен быть биосферно-природозаповедный фонд. Следующее решение – это налаживание системы комплексного биосферного мониторинга, включая систему биосферных катастроф, службы эффективного контроля. Следующее решение может служить проведение обязательной независимой экологической экспертизы проектируемых строящихся и действующих объектов, являющихся источником повышенной опасности. Следующее – это обеспечение глобальной и национальной безопасности через систему эффективности природоохранного взаимодействия всех государств мирового сообщества. Следующим решением может служить всемирное развитие биосферно-экологического и природоохранного воспитания и образования, также подготовка профессиональных кадров в этой сфере деятельности. Спасибо вам за внимание!